Ах, лето красное, любил бы я тебя, кабы не зной да пыль, до комары, до мухи, писал Пушкин без малого два века назад. Как выясняется, и спустя столетия эмоции по поводу прихода лета остаются неизменными. Пока горожане открывают дачный сезон, комары свой сезон тоже открывают. Нынче их особенно много. С чем это связано? Такие вопросы в последние дни часто поступают в нашу редакцию. По данным эпидемиологов, жителям республики предстоит отражать атаки кровососов более месяца. Пик активности насекомых еще впереди. Весной этого года из-за холодных погодных условий выплат ранневесенних видов комаров произошел с опозданием. Обычно они начинают выплаживаться с конца апреля в начале мая. Численность ранневесенних видов комаров в этом году высокая. Этому благоприятствовали природные условия, высокий снежный покров, поздние таяния снега, весенние дожди, которые привели к созданию большого количества временных водоемов. Сходная же ситуация наблюдалась в 2012 году. Бороться с комариным нашествием можно как современными, так и проверенными народными средствами. Например, комаров отпугивает специфический запах помидорной ботвы. Несколько горшков с растениями томата на подоконнике или на балконе послужат надежным барьером от комаров в жаркое время года. Комары также очень чувствительны к запахам эвкалипта, валерьяны и мяты. Врачи предостерегают, комариные укусы могут быть вовсе не безобидны. Если у вас сильно ухудшилось самочувствие, появилась головная боль, температура, дело может быть в вирусе комариного энцефалита. В этом случае нужно непременно обратиться к врачу. Пульс Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей